Сегодня мы являемся свидетелями возрождения одного из самых древнейших видов спорта на Земле – панкратиона. Тысячи лет назад, так же, как сегодня эти юные спортсмены борются за призовые места, древнегреческие атлеты вступали в нелегкую схватку на играх у подножья горы Олимп. Такие поединки определяли ловкость, мужество, силу бойцов и выявляли лучших из них. Панкратион считался самым престижным из этих видов состязаний. И авторитет победителя олимпионика по панкратиону приравнился к царю государства. То есть он был самым уважаемым до следующих олимпийских игр. Сегодня смысл борьбы остался таким же, как и в античные времена, но с некоторыми улучшениями. Легкие и удобные защитные приспособления для участников сделали этот вид единоборств гораздо безопаснее. А значит, дети могут начать свой путь в мир большого спорта именно с него. Так и поступил Амир Гандалоев, который вместе с тренером приехал из Ингушетии. Не жалея сил, он пытается вырвать победу своего соперника. И вот, находясь в шаге от проигрыша, он решает резко сменить тактику боя, что в итоге дает свои плоды. Из этого поединка он выходит победителем. Он начинал сперва в стойке, я переводил его в партл. Он был в стойке хорошей очень. Из-за этого я борьбу навязывал ему. Ну, он хороший, хорошо дерется мальчик. Похвалить своего противника – признак настоящего спортсмена. Уважение друг к другу и настрой на честную борьбу прививается тренерами с самых первых тренировок. Это на татаме, а не соперники. А за его пределами могут стать настоящими друзьями. Таких примеров немало. Ребята общаются, особенно через соцсети. Заводят друзей, товарищей. Уже в дальнейшем переписываются, кто куда, кто приезжает, кто не приедет и так далее. Общение происходит обязательно. Более 300 спортсменов борются за право называться лучшим из лучших на всероссийском турнире. И неважно, школьники это или кандидаты в мастера спорта. Каждая выкладывается на полную. Наш турнир официальный. Малыши могут получить разряды, взрослые могут получить кандидата в мастера спорта. То есть это очень их будет мотивировать для дальнейших действий. Мы для них подготовили очень хорошие призы специальные, хорошие медали. В тройку лидеров турнира вошли бойцовские клубы из Краснодара, Ингушетии и Карачаева-Черкесии. Причем наши бойцы показали одни из лучших результатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова